Приветствую вас, я выскажу поддержку своей коллеги, вот, по смыслу её сообщения, я с ней согласен, во всём, что она написала вам. Но, тем не менее, я не очень согласен с её формой, с тем, как она вам преподнесла, вот, ну, вот, собственно, то, что, ну, то, что хотелось сказать. Дело в том, что у ребёнка, вашего ребёнка, есть, скажем так, причины, основания вести себя так, как он ведёт себя. Я не знаю, почему он так себя ведёт, я полагаю, что это знаете вы, потому что ваш ребёнок. Ну, может быть, вы единственное, что не отдаёте себе в этом отсчёт, да? Но, вот, если по факту, если по факту говорить, то ваш ребёнок не учится, ваш ребёнок не помогает маме, потому что ваш ребёнок разбрасывает вещи для того и по тому, чтобы привлечь ваше внимание к себе. В других случаях, в других обстоятельствах, внимания ему явно недостаточно. То есть, это первый момент, и второй момент такой, что ребёнок делает то, что делает, значит, потому что подражает вам, своим родителям. И здесь, конечно, на мой взгляд, такой, довольно, я бы сказал, знаете, переломный момент. То есть, вы либо сейчас вот это для себя поймёте, и поймёте, что ребёнок не стал бы просто так плохо учиться, не стал бы просто так вести себя вызывающе и так далее. Либо вы сейчас этот момент для себя увидите, либо нет. И ситуация тогда не изменится. Потому что исправлять вы будете ребёнка, и именно ребёнка вы будете исправлять, пытаться будете исправить ребёнка. А ребёнок-то научился у вас этому поведению. И исправляя ребёнка, вы, скорее всего, будете поступать так же, как поступали до этого, то есть, ну, вести себя так же, как вели себя до этого. Ну, вот. И, в итоге, по факту, у ребёнка будет не сам, что делаете вы одно, одобряете вы невербально-подсознательно одно, а говорите ему поступать по-другому. Ну, это, знаете как, классическая история, да, когда, например, родители говорят, чтобы ребёнок не врал, да, когда родители говорят ребёнку, что он, ну, как бы, не должен врать. Вот. А он видит, как родители сами врут. По факту. Вот. И, понятно, что видя, как они врут, он смотрит на это и врёт сам. Потому что для ребёнка в этом плане, ну, у него, в общем и в целом, всё достаточно просто здесь. Соответственно, либо вы этот принцип понимаете, либо нет. Вот. Конечно, сейчас сложнее немного, потому что 11 лет, подростковый возраст у девочки. Вот. Перестройка организма идёт. Вот. Появляются какие-то уже чисто подростковые проблемы, желания и так далее. И это, конечно, требует тоже своего внимания. Вот. Более пристального внимания. И я так подозреваю, что ни о каком вот такого рода, значит, пристальном внимании речи в данном случае не идёт. То есть всё, что вас волнует, это то, что она не учится, да, это то, что она не помогает маме и так далее. То есть, грубо говоря, грубо говоря, у ребёнка одни сплошные обязанности. Ну, вот так, по крайней мере, получается, что вас волнует. Вас волнует, что ребёнок делает что-то неправильно. Давайте просто зададим себе этот вопрос. Нужно учиться в школе и получать хорошие оценки. Зачем? Зачем учиться в школе и получать хорошие оценки? Хорошие оценки с позиции кого? Кто определяет, какие оценки хорошие, какие плохие? Акцент внимания на этом ребёнка приучает последнего к тому, чтобы ориентироваться на мнение окружающих, не на своё. Понимаете? Это то, что вы делаете. Это то, что вы хотите отдать своему ребёнку. Чтобы он получал хорошие оценки. Чтобы он хорошо учился, по мнению большинства. Но чтобы он сам, своей свободы не имел. Потому что, я вам открою небольшой секрет. Возможно, немножечко, знаете, даже такой, ну может быть, непопулярный. Да, вот так и так и так скажем. Что ненормально, когда ребёнок получает хорошие оценки по всем предметам. Ненормально это. Потому что изначальная цель оценок в том, чтобы увидеть у ребёнка потенциал. Что ему нравится, что у него лучше получается и так далее. Что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что ребёнок должен получать оценки по всем предметам хорошие. Ну и что? Он будет получать хорошие оценки по всем предметам. И что будет дальше? А дальше будет то, что он будет с одной стороны знать всё. И в то же время не будет знать ничего. Потому что ему, по факту, ничего не будет интересно. Разникает вопрос. Вы хотите этого для своего ребёнка или нет? Чему вы его учите? Понимаете? Зачем учёба? Как вы сами себе объясняете необходимость получения хороших оценок? Что для вас хорошие оценки? И довольны ли вы тем, куда привели вас эти хорошие оценки? Ведь ребёнок, он чувствует, что нравится родителям, что доставляет им удовольствие, а что нет. И если ребёнок замечает, что вы недовольны чем-то, то ребёнок подсознательно противится этому. Он не хочет делать того, что принесёт ему недовольство, такое же, как, например, вам. Это принесло, ну, такой же эффект. Да? Ребёнок этого не хочет. Ему это не нужно. Понимаете? Ему это не нравится. Поэтому ребёнок, это вы. По факту. И именно поэтому вы так хотите, чтобы, чтобы, скажем так, чтобы он вёл себя иначе. Чтобы он вёл себя по-другому. Потому что вы чувствуете, что это то, чего вы всегда-всегда хотели. Возможно, вы боитесь, что у ребёнка получится то, чего... Ну, то, что не получилось, например, у вас. Вот. Возможно, такая, такая ситуация. Возможно. Скорее всего. Конечно, может быть и по-другому. Конечно, может быть по-другому. Может быть. Но практика. 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 Показывает именно так. Практика показывает, что ситуация именно вот так бывает. Как правило. Давайте дальше. Вы говорите, что значит, так, не разбрасывать вещи по-другому. Опять же, то, что вы стараетесь сделать, да, это приучать ребёнка к порядку. И, в принципе, я вас понимаю. Но вопрос в том, какой это порядок. Вопрос в том, что даёт вам этот порядок. Вопрос в том, понимаете, как вы сами относитесь к этому порядку. Понимаете? Какая тонкость. Если ребёнок разбрасывает свои вещи, значит, вам этот порядок в глубине души не нравится. Скорее всего. То есть, здесь нужно анализировать то, что происходило с вами. Здесь нужно анализировать то, что между вами и вашей женой или матерью ребёнка происходит. Понимаете? Ну вот. Опять же, какое поведение стимулируется вниманием ребёнка? К ребёнку, точнее. Какое поведение не стимулируется вниманием к ребёнку? Это тоже важно. Далее. Значит, вы пишите. Помогать маме, да, по-моему, у вас было, значит, да, помогать маме. Что нужно, помогать маме. Понимаете? Помощь, это право. Это не обязанность. То есть, хочешь, помоги. Не хочешь, не помогать. Откуда у вас взялась такая позиция, что ребёнок должен помогать своей маме? Вот откуда взялась эта позиция? Понимаете? Это важный момент на самом деле. А почему? Потому что ребёнок, по факту, чувствует себя не свободным. Он хочет маме помочь. Например, один раз он сделает это в удовольствие. Допустим. А завтра он ещё не хочет помогать маме. Но он должен. Он, как бы, чувствует, что он должен. Воспитывает ли это любовь у него к маме? Нет. Нет. С чем ассоциируется у него мама? С не свободой. С принуждением. Понимаете? И мне непонятно. А ребёнка вы тогда вот это вот рожали, да? Ну, ваша жена или мама ребёнка рожала. Вы его воспитывали. Зачем? Чтобы он хорошо учился? На хорошей оценке. Чтобы не разбрасывал вещи? Лучше, чтобы маме поможгало? А если у ребёнка мнение другое? Как быть тогда? Ну, вот. Ребёнок считает, что должно быть по-другому. Как в этой ситуации быть? Вот. Ну, по вашему мнению, как в этой ситуации быть тогда? Знаете, какая история? Вот. То есть возникает вопрос. Как бы. Вопрос такого плана. Для чего вы заводили ребёнка? Насколько он у вас свободен? Какой он будет? Вот. Ну, в результате вашего воспитания, какой идеальный ребёнок? По вашему мнению, должен быть. Идеальный ребёнок – это какой? Тот, кто… Что? Тот, кто… Учится на хорошей оценке, да? Тот, кто… Помогает маме. Ну, для кого это обязанность. Обязанность. Тот, кто не разбрасывает вещи. Вот. Счастливый человек, живущий по таким правилам. Как вот вы сами считаете? Счастливый ли я такой человек? Понимаете? И хотите ли вы такого счастья для своего ребёнка? Поймите правильно. Я не говорю о какой-то, знаете, ну, например, потальной свободе. Да? То есть анархии, бесконтрольности. Нет. Я об этом не говорю. На самом деле. Речь она о том, чтобы вы к ребёнку относились более ценностно, чтобы вы указывали ему, что он может, например, учиться на плохие оценки. Но тогда будут последствия. Негативные последствия. Вы можете показывать, что вам не нравится, когда ребёнок учится на плохие оценки. Вы принимаете его выбор, но вам не нравится, вы расстроены, вы грустите. Ребёнок может не помогать маме, это его право. Но вы расстроены. Опять же, помощь маме можно превратить в игру. Понимаете? Кто-то ребёнку нравится, можно поддерживать, можно и нужно поддерживать. В конце концов, с ребёнком можно договариваться, чтобы он делал то, что вы, например, от него хотите. То есть это вполне реально всё. Это если говорить именно, именно вот, знаете, как вы сказали, объяснить психологически. Понимаете? Вот. То есть в некоторой степени, знаете, немного страшно стало. То есть с ребёнком разговаривать психологическим языком, ну, это вообще. Знаете? Ну, ни в какие ворота. Вообще. Не лезет. Совсем. Знаете? Ну, это ещё ребёнок. Это ребёнок. Он не взрослый ещё. А вы пытаетесь из него это сделать. Зачем-то. Ну, то есть я понимаю примерно, почему вы пытаетесь из него сделать взрослого, но тем не менее. Ребёнок-то этого не хочет. Понимаете? Такая история. На этом всё. Всё. Я надеюсь, что помог вам. Допускаю, что ответ мог вам не понравиться. Вот. Допускаю, что ответ будет вами обвинён плохо. Но, если вы хотите действительно помочь своему ребёнку, то вот это то, что действительно может, ну, это то, что действительно может как бы подтолкнуть и вас, и вашу дочь к чему-то новому. Вот. Не просто её подчинить. Да. Да. А именно подтолкнуть. То есть вы этого для неё хотите. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Буду рад поработать с вами, если захотите. Вот. С вами и с матерью. Ребёнка. Вот. Ну, и как и любые, как и любой другой коллега, то есть выбирайте любого коллегу, который вам понравится. Светлана, например, детский психолог, психолог, вот, кто ответил вам на ваш, ну, на ваш вопрос. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.